Всем привет! Поговорим сегодня о моем новом любимчике. Это TT Artisan 51.2. У меня есть старый любимчик. Это TT Artisan 35.1.4, на который уже был обзор. И теперь мы поговорим о более портретном объективе. 50 мм 1.2 на кропе. Это мануальный объектив, как вы уже поняли. Китайский, недорогой, но тем не менее мне понравился. Начнем, наверное, с конструктива. Это металлический, очень хорошо собранный объектив. Крепкий, очень плавно вращается кольцо фокусировки. Кольцо диафрагмы с плавными кликами, что, в принципе, мне как фотографу нравится больше, чем если бы здесь не было кликов. Клики при этом плавные и не напряжные. Байонетное кольцо металлическое, без электронных контактов. То есть в Lightroom или Capture One у вас не будет никаких профилей для этого объектива. И он не будет распознаваться. Посмотрим, что шло в коробочке. Ну, коробочка, в принципе, как коробочка. Пакетик и все. Ну, обычная коробочка. Хотя, вот, ну, если сравнивать уже коробочки, а что бы нет, то от Seven Artisan мне коробочки нравились меньше. То есть вот это как-то, ну, чуть-чуть попремиальней. Кстати, по поводу этих объективов, кто-то сказал, и я, в принципе, с этим соглашусь, что они копируют лейки. Ну, особенно это касается, конечно, 35 по внешним параметрам. Именно конструктив и оптическая схема – сильное подозрение, что они занимаются банальным копированием. Причем у TT Artisan есть куча объективов на полный кадр, более дорогих, но тоже интересных. Там есть, у них интересная 24 миллиметра 1.5. Ну, правда, за его цену можно купить и автофокусный Canon или Sigma. Но, тем не менее, там, по-моему, 50-0.95. Ну, есть всякие покруче даже объективы. Но это объектив на кроп. И сразу касательно того, как же он снимает. Естественно, на открытую не абсолютно идеально резкий. Нет, это вам не Sigma Art. Ну, и по размерам, по весу. Ну, сколько по весу? По-моему, грамм 300 он весит. Ну, это вы у меня видите в руках китовый объектив 15-45. И светосильный полтинничек, который ненамного его больше. Но тяжелее, потому что вот этот кит, он пластиковый целиком и полностью. Кстати, да, они, наверное, стоят примерно одинаково. Не, наверное, кит даже дороже. То есть, это очень недорогой портретник. Надо понимать, что это мануальный объектив. Соответственно, и применение у него будет довольно ограниченным. То есть, попадать в фокус, ну, на 1.2 – это то еще удовольствие. Но мне кто-то написал, а вот я люблю не автофокусные объективы. И я как-то взял с собой, ну, так, по приколу, по репортажить шашлыки на природе. И я получал удовольствие от того, чтобы крутить фокус. Но это чисто по приколу, потому что для работы брать такой объектив, ну, это неправильно. Как бы, ну, опять же, смотря для какой работы, потому что мне он понравился для предметной съемки со слайдера. Потому что, ну, у меня есть обзор на канале слайдера Zipon Micro 2. И как раз вот эта связочка, вот эти два объектива мне вот просто супер нравятся. И на слайдере мне на самом деле автофокусной оптикой даже не хочется пользоваться. То есть это тот редкий случай, когда я вам скажу, что для видео мануальный фокус вот более предпочтителен. Но это реально, это редкий случай, потому что сейчас там автофокус. Нет, там нет, потому что он тоже тупит. В общем, на Canon автофокус и все. Но, кстати, на этот же объектив мне нравится себя снимать и вот в таких условиях. Я вам чуть-чуть позже покажу картинку. Он, ну, он реально портретный и приятный. Если сюда одеть еще и Glow Mist Filter, получается, даже я сейчас говорю не об этом, свечение, там, если сзади что-то светить будет. А вот смягчение кожи, которое, ну, происходит, мне нравится. То есть он мягкорисующий и, ну, я уже не знаю, какой раз я говорю, портретный объектив. И на 1.2 действительно приятная бокашечка и приятно на него снимать портреты. Но надо понимать, что у нас полтинник на кропе. То есть это по полю зрения примерно как 75 миллиметров. Здесь кроп 1.5. Этот объектив есть под разные системы, не только под Fujifilm. Хорошо снимать портреты по пояс, но можно их в полный рост, но у вас будет много пейзажа при этом. Но для полного роста, вот, например, 35-ка мне не нравится. А на полтинник можно. Ну, я вам покажу пример этих фотографий, которые она делала. То есть у меня уже собралось на него материалы. Но, знаете, бывают такие ситуации, когда классный кадр, какая-то эмоция, а ты не попал в фокус. И брака по фокусу много. Ну, что есть, то есть. Если вы будете снимать движущихся людей, то будет, да, будет некомфортно. Но если вам нужно снять людей статичных, вот, ну, как, знаете, портретные фотосессии, да, вы можете стоять, крутить этот фокус. Тем более, что у Fujifilm с этим гораздо лучше, чем у Sony. Здесь лучший экранчик, здесь виден пикинг. То есть, не, после Sony это просто небо и земля. То есть, здесь можно фокусироваться руками. Там, там нет. Там этого не хочется делать. И то, что касается, вот, знаете, еще раз напомню. Какая лучше всего камера для мануальной оптики? Лучше всего та камера, где наиболее качественный экранчик. То есть, побольше, чтобы он сам был, и побольше разрешения. XS10, ну, здесь экранчик не самый крутой по разрешению. Он яркий, по цветам он очень прикольный. Но по детализации, ну, мог бы быть и лучше. В этом плане XT4 и XT3, конечно же, поприкольнее будут камеры. Ну, или любой Canon. Так вот, касательно объектива. У него очень плавная, приятная бокашка. То есть, за что мы любим такие объективы? И мне он понравился. Я сказал, что это мой любимчик. Больше, чем у меня был на обзоре Seven Artisans 35 095. Хотя там очень кремовая бокашечка, очень приятная. Но, окей, фокусные расстояния не совсем такие. Кстати, хочу еще уточнить, что Seven Artisans и TT Artisan – это разные бренды. Не стоит их путать, хотя они звучат похоже. Но конторы различные. И вот у меня уже два объектива TT Artisan, с которыми я не хочу расставаться. Я, кстати, на них снимал погоню Борзова, Легаса и Сони Боя. По-моему, в основном, кстати, вот на этот объектив. Ну, там идут такие сцены на фоне стены. Ну, на оба этих объектива. То есть, они для какой-то постановочной работы мне вполне очень даже зашли. Ну, если вам не нужно снимать динамику, вы поставили кого-то на фоне, накрутили сюда ND-шечку, и картинка получается очень даже. Но, опять же, можете посмотреть мое видео, как я купил вот это дно Sony 6400. Рано или поздно ее продам. Ну, реально, это дно. Так вот. И для таких сцен мне автофокусный объектив даже и не нужен был. Причем, интересная особенность, ну, я сказал бы, что интересная, но особенность современной беззеркальной оптики, в частности на Sony, ну и на Fujifilm тоже, отсутствие переключателя ручного фокуса. И когда ты снимаешь какую-то статику, ну, мне лично неудобно, что там электронный механизм фокусировки, который мне не подчиняется. То есть камеру в какой-то момент нужно захотеть перефокусироваться и все. Те съемки, которые я проводил, там, где нужно зафиксировать фокус на одном плане, переодеться, пробежать заново. Ну, то есть камера стоит на штативе, нужно несколько раз снимать то же самое. Именно мануальная оптика больше подходит. То есть вот объектив, вот у меня, кстати, беззеркальный, современный. Здесь нет переключателя автофокуса, мануала. И, ну, включил-выключил камеру, фокусировка уже потерялась. В этом плане полностью мануальный объектив, то есть я сейчас говорю, в чем преимущество мануальных объективов, он классный своей стабильностью. Вот ты поставил, включил-выключил камеру, ничего не поменялось, у тебя фокус на том же самом месте. Есть задачи, ну, при видеосъемке, где это реально удобно и полезно. Но, повторюсь, это постановочная работа. Для портретиков тоже прикольно, но портретики будут такие немного, ну, немного статичные. Потому что за что я не люблю мануальную оптику при съемке портретов, что пока, ну, если вы работаете с человеком, пока вы наведетесь, у него улыбка уже пройдет. Ну, или она останется, но она будет натянутой. Если посмотреть в интернете фотки на мануальные объективы такие, то обычно они довольно пресные. То есть человек просто смотрит в камеру, то есть он застыл и ждет, пока фотограф наведется и его сфоткает. Ну, есть редкие исключения, ну, в динамике, там, с эмоциями. Но в основном мануальная оптика, она, если говорить о портретной фотографии, ну, она тормозит этот процесс, и, ну, она препятствует тому, чтобы вы ловили какие-то эмоции. Ну, вы можете словить, а она уйдет из фокуса. То есть сейчас я уже говорю о минусах таких штуковин. Следующий момент. Многих интересовало сравнение, мне писали в комментариях, потому что это 51,2 и вот это 51,2. Как же они будут сравниваться вот друг с другом? Потому что это полтинничек Canon полнокадровый, и он у меня уже одет на Fringer для Fujifilm. И я могу вам провести прямое сравнение. И самое главное сказать, ну, нам же надо понимать, настоящий ли здесь 1,2. Вдруг нас кинули, и по тест-топу он не 1,2. Но мы проверим, потому что вот этот объектив действительно светлый и действительно 1,2. Ну что ж, момент истины. Смотрите, справа у нас Canon, то есть адаптер Fringer передает информацию о том, какой у нас объектив надет. И одинаковая у нас слева, смотрите, TT Artisan, одинаковая у нас экспозиция, ИС-200, выдержка 1,5. Здесь он не пишет диафрагму, фокусная, он пишет, какой захочет. Но факт в том, что слева TT Artisan. И я думаю, что вам видно, что Canon светлее. То есть, да, тест-топ все-таки у Canon поярче будет. Но вот что касается детализации резкости, ну, мне кажется, что вот смотрите, TT Artisan чуть-чуть выигрывает. Но надо сказать, что я целился долго. То есть, это был кадр не с первого раза на TT Artisan. В принципе, Canon, у него есть такое свечение. То есть, и, кстати, которая, если закрыть до 1,4, этот объектив лучше снимает. Но у TT Artisan выше контраст. То есть, видите, ну, тоже есть небольшое освещение, но не столь сильно выраженное, как у Canon. То есть, можно сказать, что он даже, о, ужас, этот китаец, даже чуть-чуть круче, чем LK от Canon на открытый. То есть, мы сейчас смотрим и тот, и тот объектив при 1,2. Я думаю, что вам хорошо видно, что Canon светлее. То есть, тест-топ у него, очевидно, выше. И здесь вот, ну, смотрите, здесь оно не совсем в фокусе, но видно вот по этим аберрациям вокруг букв, ну, у Canon чуть-чуть больше аберраций. И еще один нюанс, который я заметил, что TT Artisan чуть-чуть шире, потому что я это снимал со штатива. А, ну, знаете, в чем может быть нюанс? Что Canon надевается через адаптер, соответственно, объектив дальше от камеры находится. Поэтому, видите, Canon плотнее, кадр получается, а здесь на TT Artisan шире. Но расстояние, то есть, ну, то есть, объектив Canon над камерой, получается, дальше находится, чем TT Artisan. Так что, по поводу поля зрения, это, ну, условно. Смотрите, еще один тест. Только теперь Canon у нас слева, а TT Artisan у нас справа. Мне было интересно, как у них будет отличаться бакешка. Но, опять же, на кропе. И Canon, мне кажется, ну, я вам только что об этом сказал, что поле зрения у него чуть-чуть плотнее, потому что он, как бы, получается чуть-чуть ближе к объекту съемки. И получается, что больше размытия из-за того, что мы чуть-чуть ближе снимаем. Поэтому, ну, сложно об этом судить. Можем еще раз посмотреть на детализацию. И, опять же, та же самая ситуация. Но здесь, кстати, даже это больше видно, что TT Artisan лучше на открытой. Он оптически круче. У него выше контраст и меньше выражено вот это освещение, чем у Canon-овского полтосика. Не, ну, Canon-овский 51.2 для портретов просто отличный. Он скрывает прыщи. Все, что надо скрыть. Ну, и TT Artisan тоже. Разница в цене между ними довольно ощутимая. Смотрите, следующее сравнение у нас идет при f1.4. То есть, оба объектива я чуть-чуть прикрыл. Ну, совсем чуть-чуть. И Canon как-то вообще неубедительно выглядит на фоне китайца. То есть, здесь микроконтраст намного выше. То есть, он к тем Sigma Art как бы поближе оказывается. Но видно, что картинка намного звонче. То есть, тут на 1.4 по-прежнему еще есть такой софт-эффект. Если закрыть оба объектива до f2. Кстати, я при этом, я закрывал диафрагму и оставлял экспозицию такой же. Кстати, для того, чтобы увидеть тест-топ. Потому что сейчас и там, и там диафрагма f2. Но при этом, видите, что картинка на Canon, но она очевидно ярче. То есть, по экспозиции, но он больше света пропускает. Тест-топ у него выше. И такой... Не, вот смотрите. Вот на f2 он уже конкретно резкий-резкий. Потому что я уже думал, что Fuji просто не совсем сфокусировался. И здесь мы видим... Ну, кстати, и по цвету отличается. То есть, TT Artisans как-то в желтый уходит. Так, что еще? Ну, на f2.0 оба очень резкие. Причем, TT Artisans, мне кажется, даже резче. Вот здесь, если мы смотрим по краям на ковар-чекере, то детализация реально выше. То есть, я вам показываю, что он реально оптически круче, чем L. Дальше. Смотрим на 2.8. Ну, для этих объективов это уже очень закрытая диафрагма. И L-ка, очевидно, светлее. Вот прям намного светлее. Ну, детализация и там, и там очень хорошая. Посмотрим по краям, что у нас с резкостью. Ну, здесь уже, конечно, оно не так очевидно. Но мне по-прежнему TT Artisans кажется чуть-чуть лучше. Так, смотрите. Справа у нас Canon Pref4. И слева TT Artisans Pref4. Видим разницу в тест-топе невооруженным глазом. И посмотрим, что у нас с резкостью. Потому что на F4, в общем-то, полтинник очень резкий. И да, здесь я уже... Ну, здесь уже, по-моему, нет. Нет, здесь уже... Ну, кстати, мне показалось, что даже полтинник тут резче. На дырке 5.6, ну, Canon бритвенно резкий. TT Artisan. Такое ощущение, что у меня фокус сместился. Потому что он... Я вам сейчас другую фото покажу. Он резкий на 5.6. Тут что-то с точкой фокусировки. Вот эта фотография сделана на закрытой диафрагме. Но, честно, я не помню, это 5.6 или это F8. Потому что здесь камера не пишет. Но, в общем, закрытая диафрагма. Вот если вы захотите снимать на него пейзаж. И мы посмотрим, какую вы детализацию получите на бесконечности. И детализация очень-очень хорошая. То есть только что вы видели просто брак. Ну, по фокусу я не совсем попал. Но вот когда мы переходим к краям, то края меня, честно говоря, не радуют. Потому что полтинники автофокусные от Canon по краям на закрытых вот такого там нет. Там намного лучше с резкостью. То есть он... И этот объектив в этом плане уступает 35-ке. Если смотреть на закрытых, именно по краям. То есть они не мыльные, но не такие мягкие. Хотелось бы лучше, но почему-то... И, кстати, и хроматика, видите, здесь у нас есть по краям. Такая двухцветная сразу же. То есть пейзажа по центру вообще вопросов нет. Но вот края, ну, такие, ну, чуть-чуть подгулявшие. Не совсем по теме этого обзора, но все-таки упомяну. Вот это фотки на перегар. И у меня было три объектива с собой. То есть это Artisan 35-50 и перегар. И некоторые фотки вот такие с таким легким фиша-эффектом мне очень понравились. То есть я его не часто доставал, но реально классно. То есть тут у меня три очень легких компактных объектива, которые позволяют снять все, что угодно. И, кстати, перегар, ну, если вы сфокусировались правильно, очень резкий объектив. И фотки очень разноплановые. Я очень ценю именно разноплановость. Ну, тут, ну, вот, ширик. То есть ширик, стандартный и портретник. И у вас все сразу. Ну, здесь я, допустим, снимал в движении вот тоже на TT Artisan. По-моему, это 51.2, да. То есть, ну, не, ну, по-моему, более-менее попал даже. Но вообще вот такие вещи в движении, ну, на такой объектив, ну, никак не поснимаешь, конечно. Это жесть. Ну, вот 51.2. Просто там я вам показывал в обработке, а вот я вам показывал исходник. Как выглядит портрет в полном разрешении. То есть он нормальный. Резкость достаточная. То есть, ну, это сейчас на 1.2. Она не звенит, но мне, честно говоря, больше и не хочется, чтобы у человека прорисовывать все поры на лице. Зачем? Вот еще портретик на открытой. Заодно посмотрим, что там с резкостью. Но человек стоял, не было время сфокусироваться. И смотрите, резкость на 1.2 очень даже нормальные волосы прорисованы. То есть я понимаю, что вот если Sigma Art взять, там вот вообще будет круто. Но это угодный, ну, хороший результат. И как показал тест, он лучше, чем мой полтинник. Полтинник от Canon. То есть резкость на открытой для портретных задач, ну, очень, ну, вполне предостаточная. Вот еще фоточка. Изолирует человека от фона. Ну, главное попасть и успеть. То есть чтобы человек еще улыбался и вы эту улыбку застали. Но я вам скажу, что полтинник от Canon на кропе мне не нравится. То есть если на полном кадре на открытой он просто мягкий, то на кропе он конкретно мыльный. Там 1.2 для кропа не рабочий. У меня было видео, где я сравнил 90D с этим объективом и Fujifilm, по-моему, X-T3 с Fujinon 56-1.2. И Fujinon там по резкости, ну, он, правда, скучноватый объектив, но резкий, но скучноватый. Так вот он на кропе гораздо, ну, интереснее сидит, чем вот эта штуковина. То есть он себя раскрывает именно на полном кадре. Но опять же вот так субъективно вам скажу, что мне по бокашке он нравится, прикольный. То есть этот хороший, но и этот тоже хороший. Что касается детализации теперь, я же к самому важному не дошел. Все говорю, говорю, а резкий ли он? Думаю, что это всех очень волнует. Потому что если он не резкий, это же вообще капец-капец. Ну, смотрите, на 1.2, ну, мягкие, не мыльные. Ну, вот знаете, есть такая грань, мыльный или мягкий. Не, окей, на 1.2 вот как раз снимать людей, причем даже на каких-то общих планах. Знаете, вот где проявляется мыльность объектива? Если вы снимаете крупный портрет, там эта мягкость, она даже вам на руку. То есть мне и нравится, что здесь 1.2 не идеально резкая. Если вы снимаете женский портрет, это как раз то, что вам нужно. Вам не нужна Sigma Art, которая прорисует все прыщики на лице. Абсолютно не нужна. Где мне нравится резкая диафрагма, это если вы хотите снять человека в полный рост, издалека. И там вот мыльные объективы уже откровенно не годятся. Мягкие, ну, так, 50 на 50. Но я вам покажу, как он снимает. Если фоткать в полный рост, в принципе, сгодится. Окей. Если вы начинаете прикрывать диафрагму, ну, скажем так, на 5.6 F8 он уже резкий. Но края еще можно придраться. То есть он по краям все-таки, я думаю, что вот этот будет круче на закрытых диафрагмах. Но 35, ну, вот так субъективно, мне показалось на F8, 5.6. На закрытых диафрагмах вот этот объектив более резкий мне показался. Но именно по краям, по центру там обоих вопросов нет. Но в целом годные. То есть резкость нормальная. То есть если именно края смотреть, то даже на закрытых диафрагмах мне края не совсем понравились. Но учитывая его бокашечку, светосилу и вот рисунок, который он дает, все окей. Но знаете, что еще я понял, пользуясь вот этими двумя объективами, что у каждого из них есть комфортное расстояние для съемки. То есть, ну, на оба хорошо снимать, если вы хотите прям бокай-бокай, чтобы ваш портрет был по пояс. Если здесь поле зрения на 35 миллиметров примерно, как у полтинника полнокадрового, вот этот ближе к 80 миллиметрам. И, короче, на вот этот нормальный снимать с расстояния метра-двух, вот на это 2-3 метра. Вот расстояние съемки. И я когда пользовался попеременно, но у меня оба были эти объективы, то если я видел человека вот на каком-то расстоянии, мне еще было интересно делать такие портреты из-под тяжка, чтобы меня не видели. Потому что я очень устал от этих фотографий, где фоткайте нас. Все, мы здесь, фоткайте нас. Мне хотелось живых кадров там, где человек на меня не смотрит, а вот он такой, какой он есть. И, конечно, более длиннофокусный объектив вот этот подходит для этого больше. Ну, конечно, можно взять и 135-ку, но с ней часто негде просто развернуться. И расстояние 3-4 метра, вот на него можно снимать. На 35-ку, если вы такое будете снимать, у вас будет много лишнего в кадре, бокашки не будет, ну, будет вообще не то пальто. Но, с другой стороны, если вы хотите снять человека, который вот прям напротив вас, допустим, сидите за столом, человека напротив снять какой-то портретик там поясной или чуть крупнее, то 35-ка для этого хорошо сгодится. А на полтинник придется расстояние, ну, на кропе держать чуть-чуть больше. То есть тут я говорю на тему, а какой же из них выбрать? Потому что мне нравятся оба. Ну, очень грубо можно сказать, что вот это для улицы 50, а 35 для помещения. Но это очень грубо, потому что и на этот можно в помещении снимать, и на этот можно на улице снимать. Моя рекомендация – берите оба и не парьтесь, они стоят копейки. Они вдвоем, ну, стоят дешевле, чем любой унылый фуджинон. Фуджиноны в большинстве своем я искренне считаю унылыми объективами. Хотя резкие, но унылые. Вот такое. А это творческие стекла. Надо сказать, что вес уже ощущается. То есть объектив небольшой, но вес присутствует. Но в целом мои ощущения очень позитивные, и я его могу рекомендовать. Я забыл, сколько он стоит. В описании я оставлю ссылку на этот объектив. Я еще оставлю ссылку на обзор вот этого объектива. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Но я доволен обоими объективами. Мне уже хочется еще какие-нибудь объективы этого бренда пощупать. Потому что, ну, Seven Artisans, ну, как-то не знаю. Они тоже нормальные, но мне так сильно не зашли. А на этом, пожалуй, все. И до следующих выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас себя пишу на тот самый Artisan 51.2, о котором речь в этом обзоре. Только что запись была на китайский R5 с 285. Был обзор на этот замечательный объектив 92-го года. Но я вам скажу, что вот эта комбо, я уже говорил, мне для съемки себя за столом нравится очень сильно. То есть, наверное, одно из моих любимых. И сверху еще Glow Mist фильтра сейчас накручен. То есть, оно дает и резкое изображение, и в то же время в чем-то мягкое. То есть, вот я вам скажу, какой объектив мне меньше всего понравился. У меня был обзор Sigma 40 1.4. Он даже на открытой передает все недостатки кожи. Вот он, ну, вот звенящий, резкий. И я не считаю, что это то, что нужно при съемке людей, если вы хотите человека показать красиво. То есть, для репортажной фотографии – да. Но для видео, да даже для репортажного, мне вот этой звенящей, звонкой такой резкости не хочется. Особенно, если в кадре есть люди. То есть, ладно, там пейзаж снимать, но вот при такой съемке, ну, такой более портретный объектив будет поприятнее. У меня еще есть блинчик 40 мм 2.8 от Canon, который тоже такой резкий, звенящий, такой резкий уже с открытой. И я понял, что он мне тоже не так сильно заходит. То есть, хочется объектив, который, ну, вот типа этого, короче. В общем, вы видите эту картинку, и это то, к чему я пришел. И он, кстати, закрыт до f4, потому что при f4 мне комфортно сидеть так, чтобы не вываливаться из гриппа. И заодно вы видите, ну, на кого надо подписаться. Потому что если на 1.2, то уже не будет видно. Но 1.2, конечно, незаменимая диафрагма при фотосъемке в кустах. Портрет на фотосъемке в кустах на 1.2, вот так.